Я открытый гей и работаю в пресс-службе Единой России. Миллион процентов дам, что ни один провокационный вопрос не будет задан, все вопросы заранее отобраны и лежат на столе. Но, тем не менее, спрошу, зачем нужен закон о запрете гей-пропаганды? Геями не становятся, ими рождаются. В стране столько проблем, зачем тратить время на борьбу с мифической гей-пропагандой? По всей вероятности, для зрителей вашего канала этот вопрос актуальный, поэтому я на него отвечу, у нас очень широкая аудитория. Я бы не стал ее как-то заужать. Одной краской. Понятно. Смотря с чем сравнивать. Понятно. Но, в любом случае, вы доказали, что любой вопрос может быть задан, что мы находимся в прямом эфире, и что далеко не все вопросы обсуждаются изначально между журналистами и тем лицом, которое дает интервью. Еще раз говорю, наверное, эта тема касается не очень большого количества людей в нашей стране. Если она обсуждается в Государственной Думе, значит, волнует депутаты. Но, значит, она пока на всех уровнях не обсуждается. Среди депутатов, наверное, какие законопроекты могут обсуждаться, идеи могут обсуждаться. Я одно лишь скажу. Далеко не все нравственные вопросы, далеко не все поведенческие привычки, далеко не все вопросы коммуникации между людьми нужно превращать в законодательство. Потому что не все отношения между людьми поддаются регулированию законами. Вот такова моя позиция. И такова позиция Единой России. Практический вопрос последний. Мы с вами беседуем в преддверии широко разрекламированного, потом вроде отмененного конца света. Я не буду вас, конечно, спрашивать, верить ли вы в конец света. Но, возможно, знаете, это хороший повод вспомнить такую давнюю истину. Проживай каждый свой день так, словно он может оказаться последним. В этой связи, вот Сергей вначале спрашивал про итоги, я спрашиваю в более широком смысле. А вы довольны тем, с чем и как вы пришли к сегодняшнему дню? Не в последние четыре года, а вообще? Ну, я все-таки по поводу конца света вам пару слов скажу. Я не верю в конец света. Во всяком случае, в этом году. Но я верю в то, что обязательно наступит конец этого года. И к концу этого года мы все должны подготовиться. Все, я имею в виду, жители нашей страны, наши граждане, наши люди, присутствующие здесь, коллеги-журналисты, для того, чтобы хорошо встретить Новый год, для того, чтобы было хорошее настроение, вообще для того, чтобы все было хорошо. Что же говорить о моих ощущениях, если об этом говорить? Вы знаете, они у меня, конечно, бывают разные, как у любого человека, но в целом я доволен тем, как сложилась моя жизнь, доволен той работой, которой я занимаюсь, потому что это очень интересная, очень важная работа. И мне кажется, что для каждого человека очень важно, чтобы его окружали близкие люди, которые помогают ему справляться с трудностями, которые бывают в жизни любого человека. А конца света не будет, но будет Новый год. Спасибо. Спокоили. Вы приближаетесь к нам с точки зрения чувства хронометража. Спасибо.